Сериал «Скажи что-нибудь хорошее» и дата выхода 14 декабря на Первом канале. Седьмая серия. Георгий буквально заново учит Варю ходить, кроме того, после внезапной смерти матери девочка перестала разговаривать. Варя очень привязывается к Георгию. Слухами земля полнится, Георгию начинают приходить и приезжают пациенты со всей округи. Несмотря на неоспоримый врачебный талант Георгия, председатель сельсовета Прохоров настаивает на получении им медицинской лицензии. Под этим благовидным предлогом Георгий собирается на время уехать, на самом деле, он хочет хоть издалека увидеть жену и сына. Тем временем Липатов с Женей обустраиваются в Москве. Теперь они – муж и жена. Все активы переведены на Евгению, Липатов нигде официально не участвует. Евгения не любит Максима, но безмерно ему благодарна, прежде всего, за заботу о Пашке, да и сама она ни в чем не знает отказа. Степан по просьбе Георгия пытается рассмотреть через забор, как живут жена или сын доктора. Работник дома говорит, что все давным-давно уехали, возможно, даже за границу. Восьмая серия. Проходит время. Георгий уже несколько лет занимается своей собственной целительской практикой на хуторе, по-честному перенаправляя, не своих пациентов к представителям традиционной медицины. Несмотря на это, людской поток не уменьшается. О прошлой жизни Георгию напоминает лишь фотография Жени. Знахарка Тамара постоянно строит козни, считая Георгия своим конкурентом. То присылает проверочные комиссии, то нехорошие слухи распространяет, тем временем Липатов неплохо осваивается в столице. Женя перестает быть для него предметом обожания, на мероприятия и вечеринки Максим ходит уже с другими барышнями. Сама Женя полностью погружена в деятельность благотворительного фонда, без тени сомнения подписывая документы от имени президента холдинга. Пашка оказывается во власти дьявольского обаяния дяди Макса.